Привет, мои дорогие друзья! Ну что, непонятная, абсолютно непонятная происходит ситуация. Во-первых, по поводу этого лишения гражданства у меня есть две версии. Две версии, одну из них вы уже слышали. Я озвучил сразу же о том, что это намеренный вброс. Потому что вброс распространял сам Офис Президента. Лишение гражданства Коломойского и Корбана, если вы вдруг не поняли. Что этот вброс распространял сам Офис Президента. Потом, когда начали говорить, что таки да, что это таки есть. На самом деле, появилось предположение о том, что это было сделано для того, чтобы вывести Коломойского из-под удара, вывести его из-под закона об олигархах. По ходу в Украине останется один олигарх, это окажется Анатолий Шарий. А так как он вне досягаемости украинских силовиков, так и на то и суда нет. Знаете, как говорится. Этим все и закончится. Но теперь у меня еще одна интересная информация о том, что этот указ все-таки фейк. И этот фейк на самом деле запустил Офис Президента. И на самом деле Офис Президента не опровергает этот фейк. Для чего это было сделано? Мол, Днепровские захотели посадить на место Ермака Кирилла Тимошенко. Ермак об этом узнал, решил вот таким вот образом наказать Днепровских. И теперь там обысками вроде как пахнет или уже они проходят. Что-то в этом духе происходит. Корбана ждут, чтобы его там сцапать. И в общем какая-то такая подковерная борьба в Офис Президента. Очень интересно. Интересно, чем это закончится. Это все. Но ребятам явно есть чем заниматься. В то время, когда идет война. Зеленский отправил свою жену с заданием. Она ездит теперь в Эль-Паис, дает интервью. Мне главное понравилось, как Офис Президента написал. Одна из наивлиятельнейших газет мира. Вот интервью с Еленой Зеленской. А когда Шарий дал интервью Эль-Паис, в котором рассказал о том, что Зеленский подонок, мразь, преступник и вор. Это не было одной из самых влиятельных газет мира. В общем, друзья, пока 20% территории Украины не подконтрольны Киеву. Несмотря на то, что стадия Арестовича уже прошла. Вы как помните, 22 марта он заявлял, что я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий. Началась стадия, война будет долгой и не закончится в мае. Об этом сообщал Данилов. Собственно, в мае. Генсек НАТО предупреждал, что война в Украине будет долгой. И Британия готовится к наземным битвам. Не знаю, почему Британия готовится к наземным битвам. Но украинская власть внезапно начала опять заявлять про перемогу. Опять перемога. И мы готовимся завершить войну до первых холодов. То есть, еще до зимы война будет окончена. Именно этот тезис начал запускать глава офиса президента Ермак. Он считает, что Украина может завершить войну до зимы. Будет контрнаступление. Использована будет супертехника. Основная задача Ленд-Лиза. Чтобы мы получили все вовремя. Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться. Безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такую возможность. А вы знаете, какая идет пропаганда со стороны Киева? Я так понимаю, она направлена на западного потребителя. Я вот смотрю. Есть сайты, на которых можно посмотреть. Кино. Да, западное кино. Европейское кино. Американское, понятно, переведенное. И бесплатно, конечно. И вот там пускают рекламу. И пускают рекламу на английском языке. Ну, то есть, надо понимать, что, наверное, это все-таки для американцев каких-то. Или европейцев. Для европейцев, скорее всего. И там девушка заправляет свой автомобиль и показывает, что вот ты заправляешь. А это на самом деле ты заправляешь танки и все. То есть, призывают не заправляться российским топливом. Мне интересно узнать о создателе этих шедевров. Они каким топливом заправляются? Каким-то добытым в Украине, я так понимаю, переработанным. Или литовским топливом, да? На самом деле из России. И вот интересная реклама здесь. Несколько маркеров в этом интервью, также озвученные Ермаком, очень интересные. Сегодня с каждым новым пакетом санкции становятся более болезненными, попадающими в нужную точку. Мы не можем не согласиться, потому что санкции против Машкова, к примеру, когда вводятся, или какого-нибудь Безрукова, то это в самую-в самую точку. Самые точки европейские чиновники почему-то обходят. И вот тут вот санкции, а вот тут давайте, вот тут не будем санкции. Хорошо, вот так вот обошли немножко. Прямолинейные, знаете, как говорится. Ну и дальше он говорит, что сейчас мы работаем в первую очередь над тем, чтобы признать Россию страной спонсором терроризма. А еще можно смело признать спонсором газа. Спонсором газа, того самого, в котором так нуждается Европа. И санкции по поводу газа почему-то не накладываются. Несмотря на крики некоторых типов из правительства Германии, говорят, что это удивительное правительство, такого не было за 50 лет. Ну, некоторые немцы говорят, что это самое глупое правительство, но им лучше знать. Давайте забудем. По моей инициативе мы создали в офисе президента еженедельные брифинги, на которые мы приглашаем представителей посольств военных Британии и США. Брифует их мой заместитель Машавец. Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Есть включения с фронта. Для того, чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов, они были причастны к происходящему. Это очень важно. Даже когда последний раз в Украине был Шон Пен, было очень важно, чтобы он поехал и показал, как работают хаймерсы. И что наши ребята рассказывают, чтобы американское общество видело, как это используется. Таким образом, Ермак завуалированно ответил на обвинение. Это не упреки, это обвинение со стороны конгрессвумен Спарц. Мол, типа, вот, даже Шон Пен уже видел, как идет распределение нашего вооружения. Сейчас интересно последнее, одно из последних заявлений Данилова, где он сказал, что Россия разрабатывает план Максим, специально, чтобы опорочить Киев, по поводу торговли оружием. Нелегальной торговли оружием, о котором сейчас начал заявлять Европол. Европол заявляет, напомню, что уже оружие в Европе. То, о чем мы говорили, когда это еще не было мейнстримом. То, о чем никто подумать не мог. Данилов говорит, по сути, что это все спецоперация России. Имеется в виду, что это все, нам забивают баки. Никакое оружие никуда не поехало. Это он может, конечно, предъявить Еврокомиссии. Потому что, по всей видимости, Еврокомиссией управляют тоже посланцы Кремля. Ибо Еврокомиссия настояла на том, чтобы в Молдове открылся центр по противодействию контрабанде оружия. Но, в общем, здесь Ермак говорит, смотрите, у нас все под контролем. Вот здесь он рассказывает, опять-таки, про Хаймерсы. Рассказывает про то, что там президентским разговаривает. Но почему-то запостил, это сам Ермак запостил свою вот красивую фоточку. Смотрите. Ну, такой человек тоже, что ты сделаешь с ним. Но главное, о чем говорит Ермак, о том, что мы готовы к перелому в этой войне. И у нас очень много сюрпризов. Обычно, чем хороши сюрпризы? Своей сюрпризностью. Когда вдруг со всех утюгов Резникова, сейчас мы о нем поговорим, Ермаки начинают говорить, о, у нас сейчас будут сюрпризы. О, у нас это должно иметь какой-то, возыметь какой-то эффект психологического давления на российскую сторону. Или к чему вот это вот. Скоро будут сюрпризы. Ну, будут, так увидим. Ну. Глава Минобороны Резников заявил, что для остановки российского наступления необходимо 50 хаймерсов. Чтобы победить, нам нужно оружие. Есть только одна возможная форма победы для Украины. Вернуть все захваченные Россией земли, в том числе Крым. Нам нужно оружие, быстрое и в достаточном количестве. То есть, 40 установок хаймерс, скорее всего, будут получены. Потому что 7 июля Данилов сказал, что у нас 9 установок. Ну, то есть, это только для того, чтобы остановить наступление. Нам надо еще 40. Резников также заявил, что считает реальным окончание войны до конца года. Это совершенно возможно. Я могу это сказать, хотя я и юрист, но уже немножко с военными общался. Даже с военной точки зрения, это абсолютно реалистичный план. Освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года. И Резников тут же отмечает, что Киев дойдет до украинских границ 1991 года. Я никогда не рефлексирую ни на кого, тем более на кремлевские цитаты. Я говорю, что считаю нужным донести до общества. И когда кто-то там кричит, ой, раскрыли планы. Так что скрывать план о том, что мы планируем деоккупировать все наши оккупированные земли. Все, в ближайшее время деоккупация. Данила цыплет ту же самую победную риторику. Хотел сказать другое слово. Поведение в России свидетельствует о том, что там уже понимают, что время нашей победы с каждым днем все ближе и ближе. Они это понимают. Последние визиты Путина, который отправился в страну, которая была полностью под санкциями США, Евросоюза и всех цивилизованных государств. Как его там поздравили, какая была у него позиция, говорит о том, что шансов у России победить нашу страну ноль. Здесь, конечно же, возникает вопрос, как именно его там встретили. Дело в том, что по украинским пабликам начали разгонять, что Айаталлах Амени протянул ему левую руку. А это типа левая рука, это позорно и все такое. Но, по всей видимости, они забыли, что после покушения правая рука у него парализована. Как это забыл, не знал, не знал, да и забыл, знаете, как говорится. Ну и что там его, как его встретили, я не знаю. Но фишка в том, что он точно так же уничижительно мог отозваться и об Эрдогане. Потому что тот точно так же полетел в этот тфу его, тфу на него, Иран. Но про Эрдогана ни слова. У Путина это поражение, а для Эрдогана, по всей видимости, победа. Вот тут знаки. Будет ли помогать Иран России, еще большой вопрос, тонкий вопрос. И то, что он, президент Ирана, взял за руки Путина и поднял эти руки вверх, это другие знаки. Еще раз подчеркну, что это очень тонкая дипломатия. Возможно, он какой-то дурак, просто выживший из ума. Но это просто мое предположение. Но он предполагает, что президент Ирана поднял руки Путина вверх. Это тонкая дипломатия, имел в виду капитуляцию. Мол, типа, Путин, сдавайся. Может быть и так. Далее Данилов похвастался, что у него очень много цветных карандашей. Я могу сказать, что у меня на столе есть целая стопка карандашей, по меньшей мере 25-28, они разного цвета. Поверьте, мы ежедневно работаем с аналитиком, ежедневно работаем с документами, ежедневно работаем с соответствующими документами. Он критически высказался относительно тех, кто покинул страну до 24 и сразу после начала, но забыл про это упомянуть, что сам своих детей вывез и самого его. Вы можете перепроверить, мои слова не было видно. С 24 февраля, я не знаю, откуда он, наверное, из заграничной важной командировки, он сначала дождался, чем пахнет, а потом появился. Как не вспомнить Шария? Он вспомнил о том, что партии, которые по беспределу запретили, подали в суды. И здесь же он начал угрожать судам, которые могут принять решение не в пользу этого клоунского запрета. Наши ребята гибнут на фронте, а наши славные суды будут принимать такие решения? Посмотрим на реакцию общества, особенно в отношении таких партий, как УПЗЖ, партия Шария и других, которые в русских сапогах ходят по нашей земле. Я не знаю, кто и в каких сапогах походил по голове этого идиота, но мы это высказывание, конечно же, будем использовать так же. И, возможно, не только в Украине, потому что это в чистом виде. Давление на суд со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Ну, когда человек тупой, то в принципе он же тупой. Про тупых заговорили? Что там Зеленский относительно нашей скорой победы? Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально Зеленский заявил, что удалось освободить часть территории, которая была оккупирована после 24 февраля. Украина выставила под жесткими ударами России. Нам уже удалось освободить часть территории, которая была оккупирована после 24 февраля. Постепенно освободим и другие районы нашего государства, которые сейчас находятся под оккупантами. Тоже четкая уверенность. Но, в принципе, когда Зеленский начал в абсолютно сериальном стиле рассказывать о том, что у Рапанов больше чести и совести и так далее, стало абсолютно понятно, что это просто дурачок, которого использует Ермак для озвучивания тезисов, которые пишет какой-то смешной или смешливый спичрайтер. Потому что это же не шоу. Это не шоу, а его просто, он то, что умеет, запустили, он в шоу играет. Кулеба тоже рассказал о том, что у нас переговоры могут быть только после поражения России. Давайте сначала изменим ситуацию на фронте, потом будем говорить. Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Ну и самое главное, наверное, что обнаружил Кулеба, что единство Украины и США заключается в туфлях Елены Зеленской и жены американского президента. Много вопросов. Желтые и голубые туфли первых леди Украины. Это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это не первое, не второе. Это не результат предварительной договоренности. Но и не случайность. Это еще одно подтверждение, что Украина и США во всех смыслах на одной волне. Ну вот видите, туфли это символ того, что у нас все хорошо. Мы не знаем, какое нижнее белье было. Возможно, они не сговариваясь тоже нацепили что-то в этом духе. А у меня складывается впечатление, что заявление украинской власти о скорой победе соответствует духу сериальному. Это шоу. Они продолжают участвовать в шоу. Постоянно мы ждем какого-то чудо-оружия, которое уже вот-вот сейчас переломит ход войны. Постоянно ожидаем каких-то сюрпризов. Сейчас будут такие сюрпризы, что вы просто осюрпризитесь. И может быть это дойдет в итоге до того, что у людей А. появится полное разочарование вообще во всем, что говорят спикеры киевские. Потому что у многих моих знакомых уже такое разочарование есть. Им просто надоело слушать эту херню. Ибо они знают, как на самом деле обстоят дела. Они видят, как отлавливают людей и отправляют на фронт. Они знают, как этих людей там обучают на этом фронте. И как эти люди потом выживают. На самом деле может дойти до того, что украинская власть в итоге заявит, мы победили. Вот это будет самый непредсказуемый сюрприз. Они, возможно, заявят, что победа уже пришла. Просто вы ее не заметили. И вам объяснят какие-нибудь там спикеры от Офиса Президента, как вам понимать эту победу. Вот и все. А я думаю, что придет, мое мнение, можете его заскринить. Знаете, как заскринил. Что придет к унизительным, позорным договоренностям и сдаче территорий. Официально подкрепленных. Вот что я думаю. Проверим. Продолжение следует.